В Ульяновске планируют финансово поддержать молодых специалистов отрасли физической культуры и спорта. Соответствующий нормативный документ рассмотрели на заседании правительства. Предполагается, что выпускникам вузов, которые пойдут работать по специальности в районе Ульяновской области, будет выплачиваться компенсация. Это 5000 рублей за наем жилья и 5000 рублей за проезд до места отдыха. На данный момент мы по заявкам запланировали тратить деньги на 47 специалистов молодых, которые пришли из муниципальных образований. Сумма у нас заложена порядка 900 тысяч рублей. Но помимо этого у нас уже действует поддержка молодых специалистов. Это единовременно выплата в размере 10 тысяч рублей, ежемесячные тысячи рублей. И мы эти льготы продолжаем использовать и в 2021 году. Также в профильном министерстве разрабатывают проект «Спорт на селе». Согласно ему, молодым тренерам смогут выплатить миллион рублей на покупку жилья. В этом году в бюджет уже заложено 10 миллионов рублей, которые рассчитаны на 10 специалистов. Люди, которые учатся у нас и в УЛГУ, и в УГПУ, хотят работать там, откуда они вышли. То есть на своих территориях. И мы не можем их не поддержать. Мы сейчас укрепляем и инфраструктуру спортивную, которую необходимо. Закупаем новые инвентарии по различным программам федеральным. Также кабинет министров поддержал изменения в законопроект по увеличению полномочий в добровольческой деятельности. Так, областное министерство молодежного развития получит возможность участия в реализации государственной политики в сфере волонтерства. На федеральном уровне еще в 2008 году был принят закон о добровольчестве, развитии добровольчества. И с того времени в наше законодательство региональные изменения не вносились. Поэтому мы приводим в соответствие и дополняем полномочиями Министерства молодежного развития в сфере развития добровольчества. Изменения, принятые членами правительства, позже будут рассмотрены на заседании законодательного собрания. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Новости Олправда ТВ.